Издательство Эксмо. Ирина Градова. Актриса на роль подозреваемой. Пролог. 1976 год. Октябрь. Ребенок больше не кричал. Отлично. Этого она и добивалась. Стоит ли снять с шеи удавку, скрученную наспех из шерстяного шарфа? Да какая разница? Все равно любому очевидна причина смерти. Можно ли по шарфу определить, кто совершил преступление? Угрызений совести она не испытывала. Девять месяцев таскать в себе тяжесть и, наконец, вытолкнуть ее наружу, избавиться от бремени. Нет, никаких угрызений. Она смотрела на маленькое тельце, закутанное в стандартную роддомовскую пеленку, даже с некоторым удивлением. Неужели это могло когда-нибудь вырасти? Оно могло кем-то стать. Артистом, инженером, врачом. Но она решила так. Он вообще не должен был родиться. И почему она не отказалась от ребенка в роддоме? Это ведь так легко. О нем позаботилось бы государство. Оно обо всех заботится. А все акушерка с ее страхами, будь она неладна. Господи, какая же она дура! Так обалдела от факта, что больше не беременна, что и не подумала спорить. Она аккуратно уложила сверток поверх груды мусора, вспучившийся из полуоткрытого бака. Он казался таким огромным по сравнению с притихшим кульком, что от этого зрелища становилось жутковато. В последний раз, оглянувшись на дело своих рук, девушка метнулась в сторону подворотни. Через пару минут за ее спиной раздался истошный вопль. Обернувшись, она увидела полную женщину в накинутой на махровый халат куртке, стоящую у помойки и держащую в руках сверток. Поглощенной неожиданной находкой, дама не замечала девушку, прячущуюся в тени арки. Когда она, наконец, подняла глаза, та бросилась на утек. 2016 год. Октябрь. Как? Как ты мог поступить с нами подобным образом? Как только земля носит такое чудовище? Леди Хорнбери стояла у массивного деревянного стола, вцепившись побелевшими пальцами в его край. Вся ее поза выражала скорбное отчаяние. Молодой мужчина среднего роста, чью стройную фигуру подчеркивал отлично сшитый костюм, смотрел на пожилую даму насмешливо. Когда он заговорил, в каждом его слове сквозила издевка. Миледи. Земля выдерживала и большую нагрузку. Он медленно, словно хищник, готовящийся к броску, обогнул стол и встал так, чтобы смотреть прямо в глаза Бизави. Иначе, продолжал молодой человек, как вы не провалились в гиену огненную, не только не наказанная за преступление, а процветающая, уважаемая дама лондонского общества, безжалостный и авторитетный критик любого аутсайдера, нечаянно затесавшегося в узкий кружок. Самая незапятнанная репутация в Англии. И вдруг, боже правый! «Вы, вы говорите о моих преступлениях, подлое высоздание!» — вскричала леди Хорнбери, подаваясь вперед. Ее лицо оказалось в непосредственной близости от пылающего лица молодого человека. «Вы соблазняли мать, лежа в постели с дочерью, не испытывая чувств ни к первой, ни к последней. Вы добивались лишь одной цели — проникнуть в то самое общество, о котором сейчас с таким презрением говорите. Вы мечтали, что вас станут принимать в уважаемых домах? Хотели собственную ложу в театре? Все это вы получили, не потратив ни гинеи. Но берегитесь! Я ввела вас в общество, Томас Госслинг. Я же и вышвырну вас оттуда. И, поверьте, вам будет очень больно падать с такой высоты!» «Не стоит волноваться, миледи!» — спокойно ответил собеседник леди Хорнбери, ничуть не напуганной гневной тирадой. «Коле зашла речь о падениях... Вы уже присмотрели мужа для маленькой Марджори? Она не может выйти за простого смертного, наша принцесса, верно? Для Марджори Хорнбери только самая лучшая. Но только вот возникла маленькая проблема. Ваша милая дочурка беременна». «Что?» — леди Хорнбери вскинула голову и впилась взглядом в холодные голубые глаза Томаса Госслинга. «Вы мерзкий, грязный!» «Осторожнее со словами, миледи!» — прошипел он, не отступая ни на шаг. «И отойдите назад, потому что, сокращая пространство между нами, вы лишаете меня доступа свежего воздуха. Но болотный гниль, который веет от вас, и могильный холод, неизменный спутник отравителей, не отпугнут меня». «Что случилось с вашим первым мужем?» Бедняга внезапно скончался от приступа астмы. Вдовушка утешилась, заполучив кругленькое состояние престарелого банкира. Потом пришел черед лорда Ковентри. Денег сгульки нос, зато титул. Но и наш лорд не задержался на этом свете, хотя ему едва стукнула ссора. Зато Марджори, маленькая Марджори, родилась настоящей леди с серебряной ложкой во рту и дюжиной высокопоставленных родственников. «И это вы говорите мне о низости? Разве вы не собирались торговать дочерью в надежде продать ее подороже?» «Теперь это станет несколько, как бы выразиться помягче, затруднительно. По моим скромным подсчетам, она на пятом месяце, так что об аборте придется забыть. Я уже вижу, как ваш деятельный мозг хватается за эту возможность как за спасательный круг. Что вы сделаете с несчастным маленьким ублюдком?» То же, что с тем другим, двадцать восемь лет назад оставленным на безлюдном перекрестке Кавингтон-Кросс? Леди Хорнбери вздрогнула и отпрянула. «Кто вы?» — с подозрением спросила она, буравя взглядом молодого человека. «Откуда вы столько знаете? И вы ничего не сможете доказать!» «А может, у меня есть доказательство, миледи? Что если я могу взорвать ваш маленький, насквозь протухший мирок рассказом о вашей жизни до того, как вы стали много уважаемой леди Хорнбери?» «Одно мое слово, и ваше имя забудут в гостиных и салонах, а ваша дочь станет самой нежеланной из всех невест Англии. Пожалуй, я начну с вашего детства». «Дочь, кажется, мельника?» — уважаемая профессия. Наверное, папаша надеялся, что дочка будет ему славной помощницей. Но в этой хорошенькой головке витали мысли далекие от зерна и жерновов. Ей хотелось вырваться из полунищенского существования, которое устроило бы 90% добропорядочных девушек ее сословия. Но Лора Мэй не была добропорядочной. «Мы-то с вами знаем, леди Хорнбери, да?» Маленькая чертовка только и мечтала сбежать из отчего дома и пуститься на поиски приключений. И она их нашла. Кто был отцом бастарда, мадам? Не сын ли обедневшего помещика, который впоследствии застрелился, не сумев оплатить карточные долги? Он оказался слабой фигурой на вашей шахматной доске. Фигурой, оставившей к тому же неприятное последствие. «У последствия было имя, миледи. Вы успели наречь его, прежде чем бросили умирать холодным осенним утром?» «Лжете!» — запальчиво воскликнула леди Хорнбери. «Каждое ваше слово — ложь, и я не потерплю!» «Его назвали Кавингтон», — продолжал Томас Гослинг. «Джонни Кавингтон». Кавингтон — по названию перекрестка, где его обнаружил случайно проезжавший мимо священник, из-за дождя, изменивший обычный маршрут. Джонни? А как еще могут звать ребенка, чья мать только что не убила его собственными руками? «Где он?» — проговорила женщина, едва ворочая языком. «Где мой сын?» «Вам было бы удобнее, если бы он умер в младенчестве?» «Бедный Джонни Кавингтон, без роду и племени». «Вы говорили, я не испытываю к вам никаких чувств?» «К вам и моей милой, нежной сестренке Марджори». «Сестренке?» — ошеломленно произнесла леди Хорнбери. «Вы ошибаетесь!» — словно не слыша продолжал Томас Гослинг. «Мое чувство сильнее любви. Оно даже сильнее вашей жажды власти и положения. Единственное чувство, которое я пронес через годы — ненависть ко всему, что связано с вашим именем. Все, к чему вы прикасаетесь, становится грязным. «Мне терять нечего, а вот вам, ваш последний муж, держу пари, не знает о проделках женушки, а своей обожаемой падчерице. Боже, какой скандал!» В этот момент молодой человек заметил, что женщина сжимает в руке бархатную сумочку. Она мяла ее так сильно, что рисковала порвать. «Что у вас там, миледи?» — спросил Томас и, грубо выхватив у леди Хорнбери предмет дамского туалета, раскрыл ее. «Вы, я вижу, решили изменить стиль?» Он двумя пальцами извлек из сумочки изящный револьвер. «Не мышьяк, как с первым мужем, не цианит, как со вторым. Мне предназначалась пуля. Что ж, гораздо гуманнее, если, конечно, вы хорошо стреляете. А вы хорошо стреляете, леди Хорнбери? Вы сможете убить с первого выстрела? Потому что, если нет...» Томас Гослинг не счел нужным заканчивать фразу. Он аккуратно положил револьвер на стол в непосредственной близости от руки леди Хорнбери. Затем он развернулся на каблуках и медленно пошел к двери. Женщина продолжала стоять неподвижно. «У вас есть лишь один способ остановить меня», — не оборачиваясь, бросил Томас Гослинг. «И всего пара минут, пока я не выйду». Он взялся за ручку. Леди Хорнбери, словно сломавшись пополам, грузно осела на пол. Томас еще постоял, не поворачивая головы, а потом распахнул дверь. Занавес обрушился, отрезав зрителей от крылья. Происходящего на сцене. В звенящей тишине раздался выстрел, заставивший многих в зале вздрогнуть. Рита судорожно сжала локоть Байрамова. Тот с удивлением посмотрел на нее, не представляя, что спектакль мог произвести на жену столь глубокое впечатление. Он не собирался идти в театр и сделал это лишь потому, что его заставила Рита. Игорь был равнодушен к драме и полагал этот жанр отжившим, поэтому известие о новой постановке «Перекрестка» Руперта Ринголта, забытого драматурга начала прошлого века, его, в отличие от Риты, не вдохновило. Хотя Байрамов подозревал, что если бы в главной роли не был занят Сергей Свердлин, его жена охотнее провела бы вечер дома. — Как думаешь, она его убила? — задумчиво спросила Рита, когда Байрамов помогал ей одеваться в гардеробе. — Или сама застрелилась? — Понятия не имею, — пожал плечами Игорь. — Терпеть не могу неопределенные концы. Хотя дамы, вроде леди Хорнбери, обычно не пускают себе пулю в лоб, предпочитая уничтожать других. Рита незаметно улыбнулась. Игорь не остался равнодушным к пьесе, иначе не удостоил бы ее такой реплики, сильно попахивавшей анализом. Рита знала, что он отправился в театр только потому, что она настояла, и еще потому, что Сергей Свердлин — его друг. Если бы не эти два факта, то Байрамова не удалось бы затащить на драматическую постановку. — А как тебе, Свердлин? — спросила Рита, твердо намеренная заставить мужа выразить мнение в отношении спектакля. — Великолепен. — Мне больше нравится смотреть на него на экране, — пожал плечами Игорь. Рита снова улыбнулась. Сергей Свердлин считался самым знаменитым из ныне живущих отечественных актеров театра и кино. Он был едва ли не единственным русским артистом, которому удалось покорить европейские подмостки, одинаково успешно снимающимся как у российских, так и у зарубежных режиссеров. Рита не любила бульварную прессу, но не пропускала ни единой заметки о Свердлине. Она знала, что он в данный момент курсирует между Питером, Римом и Лондоном, играя в спектаклях и участвуя в киносъемках. Если правда тот факт, что языковой барьер являлся единственным препятствием проникновения русскоязычных артистов на заграничные сцены, то для Сергея Свердлина его не существовало. Он прекрасно владел английским, французским и итальянским, что позволяло ему не прибегать к помощи дублеров. — Хочешь за кулисы? — предложил Игорь безразличным тоном, понимая, что Рита продаст душу дьяволу за возможность пообщаться с кумиром. — Ты серьезно? — спросила она, замерев. Байрамова забавляла то, как серьезно его жена относится к ситуации. Она обладала невероятной способностью сохранять хладнокровие в самых сложных и опасных обстоятельствах. Но таяла, как снежная баба, при одном упоминании имени Свердлина. Игорь не ревновал, может, самую капельку. В любом случае, он не мог отказать жене в удовольствии лично пообщаться с идолом.